Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в Рязанский район гидросооружений – якорь со старого баркаса. Это одна из немногих интересных находок, которые удалось обнаружить на дне реки. Сотрудники рассказали, что для этого пришлось привлекать подъемный кран. На причале их всего два. С их помощью со дна достают деревья и корни. Также применяют и земснаряд. Выглядит он примерно так. На большой стреле ковши идут по дуге и забирают из воды весь грунт и глину, которые погружают в шаланды. Делается все это для углубления русла судового хода, что особенно важно летом, когда уровень воды опускается ниже положенного. Согласно нормативам, гарантированная глубина для судов должна составлять метр семьдесят. Это одна из основных подготовок рек к навигации. Для этого и созданы гидротехнические сооружения. Они обеспечивают безопасность на водных участках. В их распоряжении 39 единиц технического флота, 3-7 снаряда и вспомогательный флот. В ведомстве Рязанского района гидросооружений участок реки длиной практически в 500 километров. Правда, основная задача в период навигации – это оснащение судовых путей именно навигационными знаками. Мы выставляем к этому времени все судовые знаки, бакены, значит, береговые знаки. Проверяем глубины, где, если глубины не позволяют проходить, значит, теплоходы, мы углубляем. Причал находится на 696-м километре Аки. Здесь также осуществляется и ремонт разного рода оборудования. Буи, разделители хода и многое другое. Здесь лежат знаки, которые находятся на реставрации. Остальные уже выставлены на всех шести подведомственных участках. С дорожными знаками их сравнить сложно. Это скорее элементы разметки. Например, перевальный знак, который выступает в роли разделительной полосы. Судовой ход идет, как правило, по самым глубоким местам Аки, реки. И для удобства в центральной части, напротив, выставляются перевальные знаки. Дойдя до одного перевального знака, судоводитель может наблюдать, появляется в зоне его видимости другой береговой знак. То есть он как бы переваливает свой курс с одного берега на другой. Это ходовой знак. Он ставится на левом берегу и обозначает направление судового хода. Есть и буи, и либакины, как их называли раньше. Они двух цветов. Белого, который ставится на левом берегу, и красный, соответственно, на правом. Кроме цвета, они различаются и формой. Было заменено общее использование конусных буев и красного и белого цвета, так как судоводителям в солнечную погоду, в разную, на расстоянии, все буи кажутся одного цвета. И было решено заменить их разной формы. Сегодня судну с названием «Гидрограф» предстоит рабочий выезд. Цель – проверить плавучую обстановку и глубину в затоне трубишь. Перед каждой вахтой осуществляется осмотр судна. А конкретно всех его частей, необходимых для работы. После звучит команда «Отдач Вартовы» и «В путь». Теплоход «Гидрограф» отходит от баржи Т-15, будет следовать вниз. Судя по показаниям эхолоты, глубина 5 метров, температура воды – 14 градусов. Здесь, на трубе же, можно увидеть все вышеперечисленные навигационные знаки. Вдалеке блестит на солнце разделитель хода. Чуть дальше – белый бакен, обозначающий левый берег. А на берегу установлен километровый знак. Такие ставятся на каждом пятом километре. Команда говорит, что рыбаки на берегу – уже привычное зрелище. А вот группу отдыхающих в такое время встретишь нечасто. Несмотря на прохладную погоду, на берегу реки уже есть несколько компаний. По словам членов экипажа, бывает и такое, что люди приветствуют гидрограф, размахивая руками. В таких случаях команда машет им в ответ. Рабочий выезд закончился, все навигационные знаки на месте, а глубина соответствует норме. По словам капитана Андрея Кузнецова, бывают и прямо противоположные ситуации. Правда, сама работа, да и усталость после нее – явление особенное. Работа с определенной романтикой совмещена. Поэтому, я думаю, усталость, конечно, бывает. Но когда дело сделано, это приятная усталость. Наверное, это один из самых быстрых рабочих выездов. Команда гидрографа продолжает работу по ремонту навигационных знаков. По словам экипажа, дел на суше порой куда больше, чем в воде.